Уволить главу Кировского департамента образования такое предложение сегодня поступило от депутатов городской думы. В администрации прошло заседание постоянной комиссии по социальной сфере. На нем в очередной раз подняли вопросы по системе детского питания. Напомню, что в начале года именно в этой сфере образования были обнаружены нарушения, в том числе завышенная зарплата некоторых сотрудников. Обо всем по порядку расскажет Ирина Сырцева. Не все замечания удалось устранить. Так в целом можно описать доклад председателя контрольно-счетной палаты города Елены Мерзляковой. Глава ведомства сегодня отчиталась перед депутатами о том, как выполнены их поручения, данные департаменту образования в конце января. В частности, остановилась на нарушениях в системе питания детей в детских садах. Департаментом образования не выполнено предложение контрольно-счетной палаты города Кирова о возмещении средств родительской платы в сумме 6 миллионов рублей с последующим их направлением на расходы, связанные с присмотром и уходом детей в дошкольных образовательных учреждениях. Крупная недостача по деньгам, предназначенным для закупки еды в детские сады, появилась два года назад. В декабре 2015 в городе прошла реорганизация комбината питания, который и поставляет завтраки, обеды и ужины в дошкольные учреждения. Автономное учреждение, комбинат питания по требованию и согласии с прокуратурой мы привели в казенное учреждение. Вот именно в этот переход, когда в автономке они могли торговать очень быстро по закону, не 44-му, в декабре эти 9 миллионов 653 тысячи рублей остались на счете муниципального образования в городе Киров, поскольку процедуры торгов уже было невозможно провести. В течение следующего, 16-го года, департамент образования вложил в питание на 3 миллиона больше денег, чем поступило от родителей. Эти деньги были вычтены из общего долга в 9 миллионов, но откуда взять оставшиеся 6, пока неизвестно. Согласно информации, представленной департаментом образования, на обращение о выделении для этих целей дополнительных ассигнований от департамента финансов был получен отказ. Сейчас в контрольно-счетной палате планируют провести еще одну проверку по этим суммам. А в самой администрации будут решать и другой материальный вопрос – контроля начисления зарплат. Во время проверки выявилось еще одно нарушение. Главный бухгалтер муниципального предприятия, Центр ресурсного обеспечения, начисляла себе зарплату в три раза большую, чем полагается. В 2016 году ее зарплата составляла в среднем 150 тысяч в месяц. Такие начисления бухгалтер делала себе сама, пока совмещала свой пост с должностью руководителя этого же предприятия. Все-таки я не понимаю, как руководитель, пусть он исполняет обязанности, сам себе примену означает. Все равно это делать, наверное, надо с согласием учредителя, даже приказом учредителя, но никак не самому. Или я что-то не так понимаю? Насколько я понимаю, в положении о примировании это было возможно. Другой вопрос, что у человека, наверное, не оказалось совести или вообще какие-то там все рамки нормы были потеряны. По словам замглавы администрации Светланы Шумайловой, директору Центра, которого замещала главбух, был объявлен выговор. Самого бухгалтера уволили. А некоторые депутаты предложили пойти на кардинальные меры, снять с должности руководителя департамента образования Александра Петрицкого, из-за бездействия которого, по их мнению, и происходили все нарушения. Правда, большая часть народных избранников это предложение не поддержала.